Жаркая и сухая весна плохо повлияла на посевы пшеницы, рассказала агрометеоролог Анна Сологуб. В марте и апреле температура воздуха была на 2-3 градуса выше нормы, а в мае пришла летняя жара. И такой температуры за последние 30 лет не наблюдалось. Практически не было осадков. Такая погода способствует высушиванию, быстрому высушиванию всего. В частности, та влага, которая была у нас накоплена за зимний период, она быстро испарялась. Наталья Аверкеева ждет обильных дождей несколько недель. Из-за жаркой весны колосья начали высыхать на две недели раньше обычного. Теперь собирать урожай придется не в середине, а в начале июля. И пятая часть зерна будет потеряна, беспокоится женщина. В этом году как никогда необычная была пшеница. Это очень хорошо было. В зиму вошла хорошая, зима хорошая, весна хорошая. Мы в этом году ожидали богатый урожай. Но, к сожалению, понимаете, резкая засуха, жара, пшеница, конечно, для пшеницы это очень плохо. В сухой почве растениям трудно питаться. Развиваться полноценно колосья не могут, объясняет Наталья. Если погода в ближайшее время не изменится, зерно можно будет использовать только в качестве корма для животных. То, что колось сейчас он есть, как бы колось, да, красивый колось, вроде неплохой. А будет жара, не будет дождя, оно просто-напросто высохнет. Это просто будет полова. А пшеничка там в середине маленькая-маленькая, щупленькая. Дожди на этой неделе будут ежедневно, прогнозируют донецкие синоптики. Но только кратковременные. И по территории региона они пройдут неравномерно. Наталья Веркеева говорит, этого будет недостаточно, чтобы сухая почва пропиталась влагой. Аграрии и синоптики говорят, что в ближайшие дни полям нужны не кратковременные ливни, а стабильные дожди. Иначе область может потерять до 30% урожая. Екатерина Павлова, Евгений Красюков, Панорама. Субтитры создавал DimaTorzok